Привет! В этом видео я расскажу, как правильно резать стекло стеклорезом. Первый этап это подготовка. Подготовка поверхности. Поверхность должна быть ровной, без всякого мусора, камушков. Это имеет очень важное значение. Если вы будете резать на неровной поверхности, стекло при давлении стеклорезом может лопнуть. Итак, запомнили первое? Поверхность должна быть ровной и чистой. Вторым этапом является очистка стекла. Нужно его очистить именно в том месте, где вы будете проводить рез. Используйте моющую среду, либо обычную воду. На стекле не должно быть следов краски и прочего мусора. Если же стеклорез во время резки наедет на какую-то соринку или засохшую краску, то в этом месте он стекло не прорежет. Соответственно, увеличивается риск в том, что при ломании стекла рез может пойти влево или вправо, но совсем не там, где вам это нужно. Провели разметку. Разметку лучше делать сплошной линией. Потому что, когда вы будете резать стеклорезом, стеклорез может сдвинуть линейку. И вы не заметите тот момент, когда вы ушли с линии реза, если бы у вас было всего лишь 2 или 3 метки. Допустим, нам нужно вырезать полочку 10 см на 40 из этого куска стекла. Размеры указали в миллиметрах. 100 на 400. Провели сплошные линии. Есть несколько способов резки стекла-стеклореза. Мы будем пользоваться стеклорезом с колесиком. Инструмент профессиональный, качественный. Он отличается от дешевых аналогов силы нажатия. Дешевые аналоги за 100-300-500 рублей. Нужно очень сильно давить и хорошо смазать линию реза. Но об этом попозже. Можно резать вручную. То есть, проводим вручную без помощи линейки стеклорезом по линии. Обычно таким способом пользуемся, когда требуются изогнутые линии. Когда линейка не поможет. Либо с помощью линейки. Требования к линейке. Линейка. Вы можете использовать деревянный брус. Либо еще что-то. Но для начала вы потренируйтесь и проверьте, как хорошо скользит стеклорез вдоль линейки. Если это будет деревянный брусок с зазубринами, то стеклорез во время проведения реза может цепляться об этом и тормозить. Это нежелательно. Стеклорез должен идти быстро и плавно. Причем рез нужно проводить с одинаковым усилием. В нашем случае используется металлическая линейка. На ее обратную сторону наклеен двухсторонний скотч для того, чтобы стеклорез не заезжал на линейку. В данном видео покажу, как резать с линейки и без линейки. У нас есть стеклорез с колесиком. Как правильно его держать? Это кому как удобнее. Обычно пользуются, держа его как ручку. Но можно резать и таким способом. Но самое главное при резке стекла это проводить линию реза с одинаковым усилием, чтобы был слышен звук. Какой именно звук вы увидите далее. Еще небольшие тонкости. Как правильно резать? Нельзя, запомните, нельзя проводить стеклорезом по линию реза повторно. То есть, допустим, вы прорезали линию реза и решили повторить. Ни в коем случае этого не делайте. Когда вы повторно проводите линию по стеклу, вы тупите рез в этом месте, как будто вы даже тут рез не проводили. Соответственно, нужно провести всего лишь одну линию реза. Повторные заезжания на старые линии реза недопустимы. У нас подготовлена линейка и подготовлен стеклорез. Вы знаете, как его держать. Следующий основной этап. Это необходимо смочить поверхность. Поверхность смачивается. Мы смачиваем либо специальные жидкости для резки стекла, но они очень дорогие, либо использовать керосин, либо еще лучше жидкость для розжига. Преимущество жидкости для розжига от керосина в том, что жидкость для розжига не воняет, не издает запаха. В отличие от керосина, после которого, если ты режешь целый день в замкнутом помещении, может разболеться очень сильно голова. Подготовили поверхность. Смачиваем ее. Обмакиваем стеклорез в жидкость для розжига, либо заливаем внутрь. Но внутрь заливаются специальные обычно жидкости для резки стекла. Они менее текучи, в отличие от керосина. Поэтому просто обмакиваем. Обмакиваем. Проводим по линии реза. Чем обильнее смочите линию реза, тем легче стекло будет ломаться. Начинаем резать. Сейчас вы услышите именно тот звук, который необходим. По этому звуку вы поймете то, что нажатие, усилие правильное. Если вы будете слабо давить на стекло, вы его не прорежете. Провели рез. Далее самое главное. Сломать стекло по линии реза в течение ближайшей минуты-двух. Если вы отложите это дело на более долгий срок, рез засохнет. И ломать его будет в разы труднее. Для того, чтобы сломать стекло, есть очень много разных способов. И от того, как вы будете сломать стекло, зависит 40% успеха именно резки стекла. Ну, точнее, получение готового размера. Соответственно, кроме того, что правильно резать, нужно еще и правильно ломать. Берем руки, ну, вот так делаем пальцы, как можно ближе к линии реза. Чем ближе мы возьмем, приложим пальцы, тем меньше усилия нам нужно будет прилагать для того, чтобы надломить стекло. Давим изнутри. Если мы будем давить наружу, ну, то есть пытаясь давить линию реза, сломать его у нас не получится. Нужно ломать изнутри. То есть линия реза сверху мы ломаем изнутри. Один из способов это нужно, можем брать вот так пальцами. Следующий способ, если стекло большое, мы вытаскиваем его на край стола и как только линия реза появилась рядом с краем стола, приподнимаем стекло и ломаем об угол, скажем так. Один из способов, либо использовать специальный инструмент, ну, вместо рук стекло лом называется, либо подложить ручку или карандаш и надавить двумя руками. Но на таком маленьком стекле ручка слишком большая. Ставим на одну из половинок реза линейку. Линейка у нас благодаря двух сторонним скотчам выступает этой поверхностью, поэтому рычаг получится. Дайвем на эту половину стекла, а эту придерживаем. Стекло сломали. там мы резали с помощью линейки. В этот раз будем резать без помощи линейки. Берем инструмент либо одной рукой, либо двумя. Главное вести ровно по линии. Соответственно, смотрите сами, как вам удобнее. При сложных резах обычно я использую две руки для того, чтобы стеклорез не ушел влево и вправо. Смочили стеклорез. Провели по линии реза. Ставим стеклорез не на самый край, а чуть выше, на 2-3 миллиметра. Если будем ставить стеклорез на самый край, он будет у нас соскакивать, либо ломать именно на углу само стекло. Соответственно, ничего страшного в этом нет, если вы отступите на 2-3-5 миллиметров от края стекла. Но если вы, допустим, режете сверху вниз, 5 миллиметров отступили, а ломаете с этой стороны, то не страшно. Если же вы будете ломать с этой стороны, то как можно ближе к краю пройдите линию реза, потому что легче будет стекло ломать. там же, допустим, вы 5-3 миллиметра отступили от края, с той стороны сломать будет очень тяжело, потому что линии реза как такового возле края стекла нет. Итак, поставили стеклорез, жмем и проводим линию реза. таким способом обычно режем гнутые линии кривые. В этот раз попробуем сломать по-другому. Не забываем о том, что ломать стекло нужно в ближайшие 1-2 минуты, чем быстрее вы приступите к лому стекла по линии реза, тем легче это будет. Выдвинули стекло на край стола, сделали так, чтобы линия реза была на границе стола и воздуха. Приподнимаем стекло и опускаем резку вниз. Спасибо, что посмотрели данное видео до конца и давайте вкратце тезисно пробежимся о том, как правильно резать стекло. Для начала нужно подготовить поверхность. Поверхность должна быть ровная и чистая, как и само стекло. Проводим линию разметки. По линии разметки смачиваем ее керосином, жидкостью для розжига, либо маслами. Можно использовать подсолнечное, либо автомобильное. Режем по линии реза стеклорезом. Режем один раз, не более. Если будем два и более раз проводить по линии реза, таким образом мы будем его тупить и оно не сломается. При скрипт стекла. И заключительный этап, примерно 40% успеха, это как сломать стекло. Ломаем быстро в течение 1,2,3,5 минут. Если пройдет больше времени, то линия реза превратится в обычную царапину и сломать стекло не получится. Ломаем быстро и резко. Спасибо, что досмотрели до конца. Буду очень признателен за подписку на канал и палец вверх. Всем пока. Субтитры